С появлением доступной медицины увеличилась и роль здравоохранения в жизни человека, а больницы, поликлиники и посещение врачей надолго вошли в жизнь общества. О теле человека, работе внутренних органов, лекарствах и здоровом образе жизни, а также о многом другом, может почитать как дошкольник, так и ведущий специалист. Все чаще на полках магазинов и библиотек можно увидеть книги, в которых действия происходят в больницах, а действующие персонажи – врачи или пациенты. Некоторые авторы прибегают к помощи консультантов, как, например, Артур Хейли в работе над производственным романом «Окончательный диагноз». Другие пишут, исходя из их собственного опыта, как северный писатель Антон Шушарин, описавший в сборнике рассказов «Ангелы в ночи» свой опыт работы санитаром на скорой помощи. Подобно настоящим врачам, литературные доктора трудятся, не покладая рук над спасением жизни и нередко совершают настоящие чудеса. Еще в начальной школе маленькие читатели знакомятся с рассказом Куприна «Чудесный доктор», в котором встречают Николая Пирогова, выдающегося хирурга, анатома, основателя русской школы анестезиологии и просто очень доброго человека. Многие классики русской и мировой литературы получили медицинское образование. Антон Павлович Чехов служил уездным врачом и даже был заведующим в больнице в Звенигороде, пока целиком не сосредоточился на литературной деятельности. Михаил Афанасьевич Булгаков, работавший военным врачом в период Первой мировой и гражданской войны, не раз обращался к медицине в своем творчестве. Циклы рассказов «Записки юного врача» широко известен не только в России, но и за рубежом и даже был экранизирован самыми популярными британскими актерами в главных ролях. Другой персонаж Булгакова, доктор Преображенский, знаком отечественным школьникам своим экспериментом по омоложению, давшим неожиданный результат. Врачами работали и такие известные всему миру авторы, как немецкий драматург Фридрих Шиллер и создатель Шерлока Холмса Сэр Артур Конан Дойль. Последний не только изучал психологию и получил степень бакалавра медицины, но и семь месяцев провел в арктических водах на китобойном судне в качестве корабельного врача, а в период Англо-Бурской войны работал в военном госпитале. Являясь практикующим врачом, Дойл много лет совмещал медицину и литературу, подобно своему персонажу, доктору Атсену. Среди современных писателей с медициной связаны психиатры по профессии Сергея Лукьяненко. Врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Светлана Лаврова, автор триллеров и детективов, терапевт Тесс Герритсон, стоматолог Алексей Пехов, поэт и музыкант анестезиолог Александр Розенбаум. Предлагаем нашим читателям изготовить панно из вязанных крючком цепочек ко дню медицинского работника. Нам понадобится плотный картон или фетр, пряжа разных цветов, крючок, клей или иголка с нитками, чтобы прикрепить цепочки к полотну, пуговички для глазок. Нарисуем или распечатаем шаблон будущего изображения. Мы остановили выбор на самом знаменитом и любимом детьми и взрослыми медработнике, докторе Айболите. С помощью крючка и пряжи свяжем длинные цепочки из воздушных петель, неопоходимых нам цветов, белого, телесного или бежевого, серого или коричневого для бороды и желтого для цепок. Теперь, когда цепочки готовы, начинаем пришивать их к фетру. Первым делом выкладываем контур изображения, а затем заполняем внутри, как показано на фотографиях. Прикрепляем цепочки булавками и начинаем пришивать ниткой не похожего цвета. Допускается использовать горячий клей-пистолет, но только под присмотром взрослых, чтобы не получить термический ожог. Цепочками вышиваем голову, а в конце выкладываем из пряжи носик. Выкладываем и пришиваем контур белого халата, а затем заполняем свободное пространство внутри. Точно так же делаем сапоги, затем бороду и белую докторскую шапочку. Нам осталось лишь сделать несколькими стежками красный крест и пришить пуговицы глазки. Наш доктор готов. Изображение можно вставить в рамку и подарить знакомому доктору, а можно вырезать изображение. И приклеить к открытке. Можно пришить к нему петельку и подвесить, как елочную игрушку. Приходите в каковинку за новыми книгами и интересными идеями. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...